Предлагаю, собственно, с вами начать обсуждение. И мы с вами поговорим о том, как тема управления этими активами и как продать проект, условно продать, да, как замотивировать наших коллег, руководство на то, чтобы организовать этот проект. Какие посылы, собственно, у нас будут в сторону наших коллег, руководства для того, чтобы... А может быть, и для себя, кстати, потому что... Ну, обсудим с вами, возможно, кто-то до сих пор тоже сомневается, нужно это делать или нет, поэтому мы для себя тоже проговорим, зачем мы это делаем, какова наша цель, собственно, при реализации, зачем мы хотим организовать такого вида деятельность, как управление этими активами. Итак, я предлагаю идти по следующему плану. Мы поговорим, откуда подобные инициативы вообще рождаются, все эти идеи возникают. Мы подумаем с вами, обсудим, кого и как вообще стоит вовлекать этот проект, на кого направлять усилия наши, по тому, чтобы как раз этот проект, так скажем, осуществился. Мы поговорим о неких... Немножко статистики посмотрим, что вообще происходит в этом секторе, поговорим о неких тенденциях, в общем-то, чего ожидать нам, чего ожидают наши коллеги, коллеги во всем мире, по сути, которые тоже озадачиваются такими же вопросами, как мы с вами, этой активе нужно ли имя управлять или нет, стоит оно того или нет. Ну и, собственно, мы обсудим с вами несколько кейсов. В целом поговорим, что ожидать от такого рода проекта, какие выгоды могут быть, ну и какие-то примеры обсудим с вами. Несколько, исходя из разной специфики проектов, исходя из того, что мы от него хотим. Я предпочитаю, дабы у нас все-таки была некая интерактивность, коллеги, я в рамках этого вебинара предлагаю участвовать вам. И буквально следующим шагом как раз, собственно, и хочу вовлечь вас уже в этот вебинар, чтобы мы с вами взаимодействовали, и я получал от вас обратную некую связь, каким образом мы будем это делать с вами. Смотрите, мы воспользуемся с вами вот таким инструментом, нехитрым, который будет также помогать нам для того, чтобы я мог от вас оперативно собирать информацию, и, собственно, мы с вами видели результат сразу же, потому что та функциональность, которая у нас базовая есть, с вопросами и ответами, она замечательна, конечно, но мы не сможем ее визуализировать сразу. Коллеги, для того, чтобы потренироваться с этим инструментом, буквально от вас потребуется минимум усилий. Вот сейчас, смотря, что вам удобнее, причем вы можете смотреть сейчас вебинар с телефона или с компьютера, собственно, на этом же устройстве или на другом, можете взять смартфон, если вам проще, зайти на сайт, который вы видите наверху, menti.com. Вот, отлично, я вижу, что ты это сделал. Внести код 221792, и вы получите доступ как раз к вот этому моменту интерактивности в нашем вебинаре, и смотрите, как только вы подключаетесь, ставите, собственно, свой лайк нашему сегодняшнему вебинару, я вижу, сколько сердечек. Да, вот я вижу, что трое уже точно из нас, да, там активно работают. Давайте буквально еще 10 секунд на то, чтобы освоить, понять, как это работает. И следующим шагом у меня уже будет к вам более конкретный вопрос, для того, чтобы знать, как нам дальше обсуждать эту тему. Вот, смотрите, как быстро летят отметочки. Отлично, то есть у нас 10 секунд как раз, да, вот этих хватило. Здорово, здорово, коллеги. Значит, вы спросите меня, зачем же я это делаю, да, эта тренировка, для того, чтобы следующим шагом как раз задать вопрос вам, да. Вот мы с вами проговорили те темы, которые будем сегодня обсуждать. И, естественно, меня интересует всегда, какая мотивация там, да, то ли то или иное сессия, обучение, семинар. Вот, собственно, к вам вопрос. Что сейчас у вас происходит? На какой стадии? Да, вот я вижу, пошли как раз ответы от вас. Давайте посмотрим, вот в нашей маленькой аудитории сегодня, да, как распределяется масса. Так, вот пока что лидирует у нас, есть мысли реализовать. И даже не задумывались еще. Так, давайте, коллеги, кто еще не... Ага, в процессе организации, вот это здорово, это уже интересно. Можно судить. Так, то есть, соответственно, мы делаем вывод с вами, что мы только на начальной ступени, по сути, реализации вот этого подхода по управлению нашими этими активами замечательными, да, и либо мы максимум сделали первые шаги, да, и частично реализовали, и хотим понять, куда же идти дальше. Соответственно, большая часть из нас сегодня те, кто задумывается. Вот как раз для них наши вебинары есть, да, но, собственно, это основная как раз идея. Если идеи не было, я надеюсь, что идея была, коллеги, все-таки. Почему? Потому что вы нашли этот вебинар, присоединились, да, и потенциально хотите также получить больше информации, и, как вы понимаете, этот вебинар предваряет, собственно, на следующей неделе учебный курс, который будет посвящен как раз управлению ИТ-активами, которые я буду вести. Соответственно, я буду рад вас там видеть. Я надеюсь, мне удастся вас заинтересовать этой тематикой. Мы с вами поговорим немножко такой с отстраненным, да, мы не будем проговаривать о конкретике сейчас, что есть такой Т-актив, там, собственно, как отличаются, какая специфика, какие подходы есть, там, да, какие методологии. Мы с вами поговорим, как же нам найти внутреннюю мотивацию и мотивацию для наших коллег для того, чтобы вообще это все реализовать. Окей. Давайте тогда... Отлично, спасибо большое. Давайте с вами... Давайте зададим себе следующий вопрос. А раз мы вообще задумываемся, задумываемся о том, чтобы реализовать такой проект, то что нас вообще беспокоит, вот если появились такие идеи? И смотрите, я предлагаю сделать следующим образом. Я не требую от вас однозначного какого-то ответа сейчас. Да, у вас есть 100 баллов, которые вы можете распределить и сказать, что окей, и частично меня беспокоит риск того, что средства расходуются, финансовые средства расходуются неэффективно. Например, я отдаю этому 50% своего беспокойства. Еще вот 10% меня беспокоит отсутствие зрачности. Да, то есть вот вы сейчас можете те 100 яблок, которые в вашей корзине есть, распределить по всем 4 вариантов ответов, которые перед вами. Вот я предлагаю это сделать для того, чтобы понять, что является для вас конкретно сейчас, в той ситуации, в которой вы находитесь, вот этим мотиватором. Вот я видел, у кого-то явно поровну, собственно, беспокойство распределяется, судя по всему, потому что по 25% у нас сначала всплыло. Так и у нас в лидеры выбивается отсутствие понимания вообще, что у нас происходит в IT-инфраструктуре. Давайте буквально еще несколько секунд посмотрим, как распределиться. Так, у нас лидер с вами меняется. Да, смотрите, взаимодействие с контрагентами также вызывает сложности. И действительно, это один из аспектов, которые затрагивает управление этой активами в корпоративной среде. Так, угу. И, собственно, финансовый вопрос, смотрите, опередил все-таки отсутствие прозрачности. На самом деле, даже стоило этого предположить, хотя я бы, наверное, ожидал, что финансовый вопрос во главу угла встанет. И кто же у нас в аутсайдеров? У аутсайдеров существующий риск проверок и штрафов. Это наша российская специфика, надо сказать. Да, это есть мы с вами, в общем, об этом поговорим. Коллеги, спасибо большое. Спасибо за то, что откликнулись, вы вовлеклись, собственно, в предложенные мною опросы. Давайте с вами обсуждать те тематики, которые я как раз озвучил. Ну что же, откуда появляются идеи? Что является предпосылками тогда такого рода проектов? Конечно же, несложно предположить. Вот смотрите, я увидел в ваших ответах беспокойство об отсутствии прозрачности. Да, конечно. Конечно, то, что в компаниях с ростом самой компании, возможно, мы с вами, когда только бизнес появлялся, я не знаю, к сожалению, среди вас, может быть, есть представители компаний госсектора. Тогда не бизнес, а организация. Но в зависимости от размера организации вашей, будь то она коммерческая или прогосударственная, в любом случае, в какой-то момент, может быть, инфраструктура была маленькая, несколько серверов, десятки или сотни рабочих станций сотрудников, и пользовались обычными какими-то инструментами, в основном офисными приложениями и так далее. И вдруг появилась специфика, появлялись стали новые отделы, новые задачи, мы стали покупать новые программы, устанавливать. Маркетинг хочет одно. Для логистики вдруг, да, там у нас, давайте, там, какая-нибудь компания, которая занимается реализацией какого-нибудь товара, и вот тут мы для логистов, для склада и для транспорта ставим одни приложения, автоматизируем их деятельность. Соответственно, у нас с вами есть те, кто занимаются продажами, маркетингом, да, у них своя специфика, маркетинг рисует какие-то красивые картинки, там, вот мы устанавливаем фотошоп для того, чтобы они макеты нам делали, да, а, собственно, продажникам нужно взаимодействие с клиентами, появляются серые системы, и все это тянет за собой не только то программное обеспечение, которое я уже назвал, да, и лицензии к ним, но еще и оборудование, на котором это все будет крутиться. И вопрос, какая у нас инфраструктура, может быть, мы начинали с того, что все на железных серваках крутилось, потом мы переносить стали это все в виртуализацию, может быть, у себя, может быть, мы все это отдали в частное облако, да, созданное, и, соответственно, вот учитывать это все становится сложно, да, и с каждым днем, по сути, иной раз не даже не с каждым годом, да, с каждым днем, каждым месяцем становится все сложнее, и нам нужно учитывать это. И эта предпосылка является, конечно же, основной. Мы видим, что масса ИТ-активов, то, что мы понимаем под ИТ-активами, да, вот это вот все составные части нашей инфраструктуры, железо, софт, да, ну, про софт, когда говорим мы и приложение к ИТ-активам, конечно же, о лицензии, да, и нам надо как с этим жить. Это основная предпосылка. Идем дальше. Что же еще? А вместе с ростом оборудования и ПО у нас растет и количество контрагентов, да, и вот, соответственно, вы назвали как раз среди основных беспокойств, это как раз сложный процесс взаимодействия с контрагентами. Да, конечно. Как вы это делаете? В зависимости от размера вашей организации и ИТ-департамента или ИТ-подразделения, в общем случае, зависеть будет, занимается ли это руководитель ИТ-подразделения этими вопросами, согласовывая это там с финансами, с бухгалтерией, либо у вас выделенный человек в ИТ-подразделении, который занимается закупками, либо у вас отдельное подразделение, занимающееся закупками, да, и, соответственно, там, организующие конкурентные процедуры по выбору поставщиков и так далее. То есть вот эта вся каша, она достаточно серьезной становится. И получается, что у нас есть поставщики, которые нам предоставляют одни оборудования, есть ли у нас иные или их множество. У нас появляются с вами различные подрядчики, вендоры, которые продают нам различного рода ПО. Соответственно, вот со всеми с ними наладить взаимодействие, выработать правила однозначные, как мы поступаем с вами при приобретении, при закупках оборудования, при закупках программного обеспечения, как мы потом отслеживаем договоры, сервисные договоры в том числе, да. Вот, собственно, это еще одна головная боль, конечно же. И это является второй предпосылкой. Что еще? Бюджет, финансовая составляющая, да. И вы тоже об этом не забыли. Соответственно, как мы расходуем средства. То есть мы с вами в последнее особенно время, мы очень часто, я думаю, сталкиваемся с той ситуацией, когда нам руководство говорит, слушайте, на что вы деньги тратите. Да, то есть у вас бюджет, вообще чуть ли там, я не знаю, но вот иной раз в компании там две трети бюджета, да, это айтишный, предположим. У кого-то меньше, у кого-то больше, да, это там в качестве примера. И, соответственно, возникает вопрос, на что? Здесь еще зависит, конечно же, коллеги, от того, как у вас бюджет распределяется. Иной раз в первом варианте это все может вешаться на один айти-департамент, это единая куча, кажется, что айти-департаменту все это и нужно, да. Это не очень красивая картинка. Есть второй вариант, когда мы с вами распределяем вот эти все потенциальные даже покупки, формируя бюджет на уже центры затрат, да, которыми являются как раз подразделения наших коллег, юристы, маркетинг, продажники, производственный какой-то департамент и так далее, да. Вот то, что им нужно, там рабочие места, оборудование какое-то специфичное, программное обеспечение, то же самое, каждому, да, закладываем им бюджет. От этого прозрачность, конечно, повышается, но в любом случае остаются вопросы того, как мы будем приобретать оборудование, как мы будем его, и программное обеспечение, как мы будем сервисную поддержку осуществлять, вплоть до того, как мы будем с вами вообще от этого оборудования, которое у нас с вами накопилось, и мы хотим его сменить, как мы будем от него избавляться тоже, да, в том числе. И здесь с деньгами тоже иной раз связано. Какие варианты у нас, так скажем, отчуждения существуют, а мы должны это определить. Это еще один из моментов, который как раз рассматривается вот этим кусочком управления IT в целом, таким как и там управление IT-активами. Ну и, соответственно, последней мотивацией, да, такой еще одной предпосылкой, которая становится, это риски. Риски связаны, конечно же, с потенциальными проверками со стороны, по большей части, конечно же, производителей программного обеспечения, да, то есть со стороны все-таки вендоров. Вы оценили, хоть и на последнем месте, да, он у нас в опросе получился, набрав там 15% нашего беспокойства, но все-таки надо сказать коллеге, что о нем мы не забыли. Потому что, исходя из того, что обсуждается в профессиональной среде, и в том числе и на, собственно, тематических конференциях, последняя конференция как раз тематическая была чуть меньше года назад, весной 2018 года, я вот как раз на ней присутствовал, да, какие-то моменты, может быть, даже озвучу здесь. Вот вещи, связанные с проверками, потенциальными со стороны вендоров, они затрагиваются, конечно, но иной раз я вижу, что они не всерьез воспринимаются. Другая немножко картина на европейском рынке. Кто посетит, собственно, вот этот двухдневный курс на следующей неделе, который я буду вести, посвященный управлению этой активами, мы с вами обсудим, в чем разница, насколько по-разному относимся мы в России и в Европе, там, предположим, германоговорящие страны, да, там, соответственно, насколько отношение к этому риску, к этой угрозе, оно разное, и, собственно, в какую очередь это будет все-таки мотиватором, да, там, в первую ли или в последнюю, как у нас она получается. Действительно, вот та картинка, которая у нас получилась, да, когда мы с вами вот этот фактор ставим на последнее место, она, в общем-то, действительно, ну, обычная. Вот мы озадачились этим вопросом, у нас есть некие, некие заботы, да, предпосылки типичные мы выявили. Что же нам делать дальше? Мы должны с вами, да, как мы заглавили в этом вебинаре, продать вообще этот проект. В зависимости от того, какую роль мы с вами в компании играем, конечно же, какую позицию занимаем, будет немножко по-разному картинка выглядеть, да, предположим, мы с вами будем нацеливать, видим себя кем-то на стороне руководителей проектов, айтишных ли, или вообще бизнесовых. Соответственно, здесь у нас наши усилия, надо понять, на кого, кто будут те руководители, на кого мы будем направлять усилия по нашему там убеждению, и, собственно, те, так скажем, те доводы, которые мы сегодня обсудим, в кого мы будем ими бросаться, да. Соответственно, что будем говорить, да, и, ну, собственно, чем зацепить, да, как зацепить, как получить поддержку руководства. А вы понимаете, что в айтишных проектах вообще и в этих в том числе важным фактором порой является поддержка со стороны руководства и должное финансирование, выделение вообще ресурсов, как и во всех остальных. Вообще статистика, она немного удручающая, если смотреть, она не сильно-то меняется, и вообще по айти-проектам, там, успешных идет, ну, там, ну, давайте так, в среднем, там, 30%, условно, да, по миру, если смотреть, то успешные айти-проекты, там, 30% из всех. Это как-то страшновато выглядит, согласитесь, да. Это говорит о том, что не все проекты будут доведены до конца, еще и до успешного завершения, да, красиво сформулируем, да, нам уже нужно именно успешное завершение, нам нужен результат этого проекта, да, мы поговорим, какой результат нас интересует, конечно же, да, чуть позже. Так вот, вот здесь вот момент вовлечения, заинтересовывая всех влияющих сторон, да, собственно, на такой потенциальный проект, это важный аспект. Давайте подумаем, кто может быть таким заинтересованными сторонами у нас в таком проекте. Ну, вот можете мне писать, да, там, questions, хотел бы увидеть, насколько, кого, может быть, мы не упомянули, кого я не упомянул, это, конечно, это не закрытый список коллеги, да, давайте посмотрим, как, кого вы у себя в компании видите, как такого человека, на которого нужно обратить взор и там, и свой дар убеждения. Так вот, конечно же, руководитель IT-подразделения я целенаправленно не называю IT-директором, потому что в зависимости от того, какая компания у вас, какого размера, да, это может быть IT-директор, да, там, руководитель IT-дирекции, руководитель IT-подразделения, отдел, неважно. Вот глава вашего IT, да, соответственно, это тот человек, который точно должен понимать необходимость этого, да, и мы, соответственно, на него направляем вот эти вот все вещи, которые мы сегодня проговорим, да, мы показываем, показываем плюсы, да, которые мы можем получить от реализации этого проекта. Конечно, важный момент – это финансовая сторона. Мы с вами об этом, да, уже немножко даже поговорили, увидели в нашем вот таком экспресс-анализе, что да, это важный момент, и финансовый директор, главный бухгалтер, конечно же, да, заинтересованы. Правда, финансовый директор, главный бухгалтер немного по-разному, я бы сказал. Знаете, почему? Финансовый директор с точки зрения того, что он вообще должен родить за эффективное расходование ресурсов компании, во-первых, да, во-вторых, он часто будет являться там куратором со стороны именно финансирования этого проекта, в конечном счете, да, апрувить или нет выделения средств на это. А вот главный бухгалтер, хотя они, да, они очень тесно порой связаны, да, но главный бухгалтер,